Ну что ж, наконец-то здравствуйте, дамы и господа. Очень извиняемся за задержку. Все понимаете некоторые технические моменты. Теперь я официально рад вас поприветствовать на наших дебатах, которые посвящены сегодня теме «Является ли приватизация эффективным средством экономической политики в 21 веке?». И с самого начала позвольте представить наши стороны, участников сегодняшних дебатов. С либертарианской позиции вопроса выступают Николай Сачук. Ну похлопайте мы, спасибо. И Артем Николаевский. Марксистские же позиции будут отставить Александр Крадковский. И Кирилл Шопик. И перед тем, как участники начнут, я сейчас обозначу пару слов о регламенте. В начале участника будет дано 5-7 минут на свое вступительное слово. После этого основные тезицы 3 раза по 5 минут. То есть каждой стороне будет дана возможность 3 раза высказать свои позиции, и это будет длиться примерно по 5 минут. После этого будет, наверное, самая интересная часть наших дебатов. Это часть вопросов и ответов. Вопрос, количество вопросов не ограничено, но мы примерно отходим из того, что это будет от 3 до 5 вопросов в течение 3 минут. То есть будет дано 3 минуты на то, чтобы задать вопрос и, соответственно, 3 же минуты на то, чтобы ответить на вопрос. После этого у нас будет перерыв. 15 минут на то, чтобы осознать все то, что было сказано. И после этого будет самая интересная часть для вас, зрителей, потому что зрителям будет дана возможность задать по 3 вопроса каждой команде. Ну и вопросы от ведущего, если они будут действительно нужны. Ну что же, стороны готовы? Отлично. И по результатам жереблевки начинает у нас либертарианская сторона. Прошу ваши 5-7 минут для того, чтобы представить ваше вступительное слово. Свобода. То, что всегда должно быть у человека, независимо от времени и государства. Именно благодаря свободе мнений, свободе вызов и собраний общество развивалось и продолжит развиваться. Мы, либертарианцы, в течение максимизирующей экономическую и личную свободу, построены на принципе не агрессии. Мы защищаем в первую очередь права жертвы, неважно, бедная она или богатая. Нам не важна ее национальность, ее вероисповедание. Мы будем защищать права гомопоба до тех пор, пока он не будет защищать права геев. И наоборот, в либертарианство отсутствует культурная повестка. Мы не заставляем людей, столь похожих друг на друга, жить рядом и менять свои порядки необычные. Как и в любом обширном движении, в нашем существует ряд разногласий и течений. Конкретно мы представляем умеренную ячейку либертарианства, минорхизм. Мы выступаем за уменьшение и ограничение по намочке государства до минимальной необходимости. Выступаем против вмешательства государства в экономику, минимальные налоги вместе с прозрачной системой налогообложения. Государство не должно делать бизнес, государство не должно играть в игру, правила которой создает. Ведь мы все знаем и все забываем, что государство – лично стройка общества. Оно нам должно, а не мы. Мы либертарианцы, мы со свободой. Спасибо. Касательно приватизации. Приватизация в узком смысле – это процесс придачи госсобственности в частные руки. Как это выглядит со стороны либертарианства и почему это хорошо? Социалистическое государство, ранее отнимавшее землю и имущество, теперь после смены власти проводит политику приватизации. Помимо таких преимуществ, как пополнение доходов бюджета, повышение эффективности работы производства, возвращение ранее национализированной собственности, отстранение от управления и ранее на натурной великой. Она, с точки зрения гибертарианства, уменьшает власть государства, так как больше собственности переходит в частные руки, готовая ее защищать. Белоруссия, которая была развита, больше всего развита из социалистических стран, индустриальных, были очень мягкие, непоследовательные, частичные рыночные эльфорны. После конституционного референда 1996 года они и вовсе были свернуты. Теперь получается у нас, соответственно, сам процесс приватизации, он происходит локально, частично, то есть это не в полной мере. И из-за этого у нас очень много убыточных предприятий. Хотел еще сказать, смотрите, в Беларуси в 2019 году убыточными предприятиями считаются 14,7% из всех действующих компаний. Статистика госсектора показывает, что 11 компаний и 4 десятых госкомпаний в прошлом году работали с убытками. То есть из-за коронавируса у нас, конечно, в 2019 году в первом портале тоже больше предприятий стали убыточными. Что еще хотел сказать, то есть эти предприятия, которые убыточными, у них еще возникает даже проблема с приватизацией. Потому что они находятся настолько в плачевном состоянии, то есть настолько в плачевном состоянии их довела плановая экономика, что их не просто никто не хочет покупать, придется еще людям и доплачивать. За то, чтобы они потом еще и обратно брали. А приватизация это всего лишь следствие неправильной политики прошлых лет и десятилетий. Политики, где наиболее рациональные и эффективные хозяйства уничтожались. Политика национализации. Когда блага и богатства приходят не к народу, не к христианам и рабочим, а к государству и на ментабиатуре. После очередного краха по строению коммунизма касательно нашей страны, как и соседние страны, после смены абсолютно неизвестной дееспособности системы, столкнулись с тем, что людям, которым должно было принадлежать все, не принадлежит ничего. Спасибо большое. Вступительное слово дается стороне, которая представляет марксизм. Всем привет. Я, с вашего позволения, теперь сяду, потому что нога болит. На самом деле даже не уверен, с чего лучше всего начать было бы. Но начну с того, что мы обсуждаем государственную политику. Это важно понимать, потому что приватизация это инструмент именно государственной политики. И когда наши оппоненты говорят про то, что приватизация позволит каким-то образом уменьшить влияние государства, они немного заблуждаются. Потому что приватизация в рамках капиталистического общества, в котором мы существуем, в принципе, Беларусь это тоже капиталистическая страна, тут какой-то плановой экономики говорить не приходится. Да, у нас весьма сильное влияние государства, само собой, оно является одним из крупнейших собственников через систему холдингов и так далее, и тому подобное. Но важно понимать, что капитализм всегда, скажем так, помогает, всегда приводит к тому, что усиливается влияние монополистов. То есть фактически капитал, он всегда требует большего капитала, и мы в итоге получаем такую ситуацию, когда фактически приватизация ведет изначально, может быть, с благих каких-то побуждений, к, конечно же, росту количества собственников, но в итоге все эти собственники поглощаются более большими рыбами. И мы получаем, собственно говоря, монополистов, мы получаем крупный капитал, большие корпорации, и вот здесь, собственно говоря, находится та самая загвоздка с государством, потому что крупному капиталу нужно государство, и оно нужно, может быть, не в таком большом виде, конечно же, как в случае у нас, допустим, но на самом деле ничего не меняется, государство увеличивает свое влияние, оно становится сильнее и крупнее, просто немного иначе. То есть вместо того, чтобы, допустим, там, издержки какие-то перекидывать на частников и так далее, мы получаем ситуацию, когда, в принципе, эти издержки через необходимость поддержания политики социальной, безработицу каким-то образом нужно сдерживать, обеспечение нормальной работы финансовой системы, мы практически получаем государство, которое все равно вынуждено нести издержки для содержания, в принципе, инфраструктуры экономической в хоть каком-то добоворимом виде, а прибыли тем временем национализируются. И еще, что хотел бы добавить, наверное, это то, что, в частности, если говорить про Беларусь, приватизацией заинтересованы международный капитал, иностранный. И это нужно понимать, что даже те приватизационные инициативы, которые у нас сейчас в стране ведутся, они ведутся, в принципе. Они направлены, в первую очередь, не на то, чтобы взрастить внутри страны большое количество мелких гордых собственников, а на то, чтобы банально продать те предприятия, те линии, которые сейчас выглядят как плохие активы, иностранным инвесторам. Наверное, я все. Кирилл, вы, может, хотите что-то добавить? Да, я бы мог добавить, немножечко пройтись по тезисам, потому что это важно. Вот, про прозвучало, если я тут выписал парочку, да, говорили о свободе, говорили о вмешательстве в экономику, говорили про то, что мы у кого-то что-то забираем, и про крахи социализма. То есть, ну, про крахи социализма не то, чтобы это главное, но это просто смешно говорить про крахи социализма, когда при капитализме у нас крахи случаются каждые 10 лет, элементарно, каждые 10 лет. Вот сегодня очередной крах капитализма. Мировой кризис экономический, все очень плохо, и в этот экономический кризис, мы говорили, ребята говорили про вмешательство в экономику, в этот экономический кризис частный сектор просит поддержки от государства. Это всегда происходило, происходит и будет происходить, потому что, как было сказано в нашей основной позиции, нашего вступительного слова, это государственный инструмент, государственный инструмент приватизации. То есть, с позволения государства мы разрешаем частникам иметь что-либо, например, а вроде как речь идет о каких-то свободах. Если все предприниматели, частный сектор такой весь инициативный, такой весь могучий, может создавать инновации и прочее, вот эта вот вся свобода, почему он не делает ничего сам? Почему он не может создать эти новые предприятия самостоятельно? Он хочет приватизировать государственное, причем он хочет приватизировать, как было сказано, прибыльное, уже прибыльное, частный сектор не способен поднять никакое убыточное предприятие. Ему, если мы говорим про приватизацию, более-менее привязанное к нашему реалии, вы же наверняка все знаете, как это обычно у нас происходит. Выставляется на торги и даются обычно у нас какие-то условия, мол, цена такая-то, профиль предприятия должны сохранить, линейку ассортимента должны сохранить в основном, то есть не то, чтобы там выпускали носки, сорочки и портки, остались только носки, потому что там наценка лучше. То есть должны сохранить, все рабочие места должны сохранить. Что получается? Нет, мы на таких условиях приватизировать не будем. Почему? Потому что не способен он сделать никакой инновации, он способен просто попилить на металлолом или укрупнить бизнес. Если брать конкретные примеры, прости господи, кто приватизировал жлобин мебель? Какой-нибудь Кротковский или Шопик? Нет. Ее приватизировала Лагуна. Она была крупнейшим мебельным до приватизации жлобин мебель. Она осталась крупнейшим мебельным после приватизации жлобин мебель. Только на жлобин мебель во время приватизации работало 270 человек, сегодня там работает 220 человек. Поговорим, может быть, еще о создании рабочих мест. Вот. Ну, наступительное слово, наверное, пока все. Большое спасибо. Теперь мы переходим к основным тезисам. Три минуты. Участники готовы? Отлично. Ваше время пойдет. С первых ваших слов. Хорошо. Репутация – это политика, направленная на исправление ошибок социализма. И вот, вот, зарегистрирование социальной экономики к самоорганизованным, эффективным и плотным выношенным отношениям. Хорошо. Кстати, на хотелось бы, чтобы визитизации добавились. Ваше время говорят, что рыночная экономика в сравнении с социалистическим понимают неэффективна. Хотел бы тоже добавить комментарии по этому поводу. Чистая социальная плановая экономика. У нас есть пример. Сейчас есть у нас страна, которая очень следует фрагу плановой экономики, в которой практически, допустим, давно в времени были добавлены некоторые рыночные элементы. Это Северная Корея. То есть, опять же, не хочется пугать страшилками, но вот сразу банальный пример для социальной экономики, где нет ни частных собственников, никого, где прибыль получает только население. Хотя, на самом деле, всю прибыль там получает только ментатура. Что еще хотел сказать по нашим кредитам? Криватизация и частная собственность, как гарант для работы лиц, полевой может стать богатым, а любой богатым может стать бедным. То есть, чисто рыночная экономика, практически чисто рыночная экономика, то есть, большим участием общественной жизни в качестве государства, вы можете стать богатым человеком. У вас появляется очень большой спектр возможностей. Вы можете открывать бизнес, вы можете непосредственно зарабатывать деньги, вступать в добрые догодные отношения. У вас не будет практически никаких обязанностей. У вас же свобода будет заканчиваться там, где начинается свобода уже другого человека непосредственно. При сильном государстве, которое приведают наши оппоненты, как я понимаю, то есть марксисты, когда человек навязывается, когда человек заставляет идти партнеру, какой-нибудь обязательный, когда человек не может просто сидеть дома, потому что ему вводят какие-то налоги, но тут нет, заставляют их в социум. То есть, мы выступаем против такой политики, принуждения. То есть, рынок, он позволяет непосредственно каждому человеку, если только добровольные отношения. Если вы устраиваетесь куда-то на работу, вы идете туда непосредственно добровольно, уже отговариваете с вашим работодателем заработной планы. Ринок вхождает конкуренцию, вследствие чего вы всегда сможете увидеть что-то лучшее. Хотел еще сказать, неэффективность государственной собственности в сравнении с частным. То есть, касательно эффективной эффективности, что тут можно сказать, то есть, уже и так видно, для чего Советский Союз и плановая экономика, и продолжение этой плановой экономики, часть ее в нашем государстве довели предприятия, потому что предприятия неэффективны. Наши предприятия, они просто большинство экономики непонкретно способны. Этот товар никому не нужен. Почему такая, допустим, только 14% непосредственно на этих предприятиях считаются убыточными? Потому что больше предприятий убыточных, просто промышленность, значит, производит, даудит, да, которая сама себя поставляет. И за счет этого государство на другие предприятия создает искусственный спрос, когда оно покупает само у себя, и делается ощущение, что эти предприятия работают эффективно. Вот при такой замкнутой экономике вообще не приходится говорить о эффективности данных организаций, не убыточные, они существуют, которые для создания... Время, договаривайте мысль. Они просто являются неэффективными и неиспособными. Спасибо вам большое. Ответное слово предоставляется второй стороне. Вам будет дано еще 8 секунд сверху, потому что ваши моменты переговорили. В общем, я, наверное, зайду с козырей сразу же, потому что марксисты не выступают за сильное государство. Мы более того считаем, что оно должно быть уничтожено вместе с капитализмом, рано или поздно. Это так, просто чуть-чуть информации. На самом деле, я бы все-таки хотел продолжить говорить про, скажем так, вопрос того, инструментом чего является приватизация. То есть мы уже выяснили, что это государственная политика, это государственный инструмент. Но чтобы измерить каким-то образом эффективность, регламент, листочек мне подсказывает, что именно это является темой нашей сегодняшней дебаты. Так вот, для того, чтобы измерить эффективность, нужно понять, чьим интересом этот инструмент служит, зачем он нужен, кто его использует. И тут, как бы очевидно, можно сказать, что да, возможно, это просто какой-то инструмент, который сделает нас всех богаче, все будет хорошо, но давайте задумаемся. Даже сейчас те приватизационные мероприятия, которые проходят, они служат, собственно говоря, интересам элит, существующих. Да, можно назвать их номенклатурными элитами и так далее, но в том числе это и большое количество, конечно, олигархи мы их не назовешь, но миллионеров, большое количество, более-менее крупных капиталистов, иностранные компании, транснациональные корпорации. Мировые финансовые учреждения, институты, вроде МВФ, Всемирного банка, Мировой финансовой корпорации. То есть в первую очередь это политика, это инструмент, который направлен на то, чтобы сделать кого-то богаче и вправду. Но это не инструмент, который направлен на то, чтобы увеличить благосостояние всего населения, поскольку действительно государство так или иначе, оно все равно будет усиляться просто иным образом, то, что я уже говорил, поскольку если у вас есть ситуация, когда государство, скажем так, распродало всю свою собственность, остается вопрос того, кто будет охранять всю эту собственность. И, соответственно, государство все равно будет укрупняться, вынуждено будет укрупняться посредством усиления силового блока безопасности. Конечно, да, можно приватизировать и полицию, наверное, с милицией, но, опять-таки, это не приведет ни к чему сильно отличному от того, что мы имеем сейчас. Сменятся ширмы и все. Коллега, может быть, что-то хочет. Да, мне просто очень хочется немножко пройтись по свободам. То есть, было сказано, человек захотел, то есть, свобода каждого стать богатым, человек захотел работать, не захотел и прочее, и прочее. В чем ошибка? Это ключевая ошибка. То есть, строится модель на принципе, то, что рынок работает по принципу свободного обмена свободных же товаропроизводителей. И это неправда. Это просто неправда. Потому что на сегодняшний день нету единичных, единоличных товаропроизводителей. Их просто нет. Любой товар, любой продукт сегодня производится массой людей. Массой. Нету какого-то частного, который вырестал огурцы и пошел их продал. Такого просто не бывает. Любой продукт сегодня создается усилиями массы людей в разных даже отраслях промышленности, хозяйстве. Это совокупный продукт массы людей. Но право распоряжаться этим совокупным, то есть продуктом, созданным совокупным трудом, имеет только отдельно взятый человек. Поэтому да, у этого отдельно взятого человека, капиталистов, владельцев средств производства, у него, да, у него есть свобода распоряжаться этим. У остальных людей распоряжаться этим нету возможности. Спасибо большое. Я хочу попросить всех участников говорить чуть громче. Я думаю, это поможет. Ваши три минуты. Я хотел еще перед этим добавить. То есть, вы же нам ранее говорили о том, что мы пытаемся уменьшить государство при помощи государства, то есть политики и его дизайн. Как предпринимаем аксизм, он тоже выстроится в том, что сначала мы строим государство, а потом мы его уничтожаем. То есть, вы тоже пытаетесь уничтожить государство при помощи государства. Хорошо. Теперь, Поль, вопрос. Я услышал какой-то тезис о том, что капитал предоставит вновь еще больше капитала. Посмотрите, с ними не согласитесь, потому что давайте вспомним пример из истории. Наверное, все знают компанию Nokia. Все были выберем телефоны. Однако, у кого сейчас выберем телефон Nokia? Наверное, не мной. На место Nokia пришли другие капиталисты, другие крупные компании. Xiaomi, Apple, Samsung. И именно это является показателем того, что капитал движется. Когда он не остается, не остается у одной компании. Он не предоставит. Он распределяется и движется. Можно привести пример и из другого сектора. Мы возьмем физических лиц. Есть тисер, по которой говорите, что большинство семей, которые были тогда, богатые, которые начались на групповку в золотую компанию, когда эти игры открыли и пошли купаться на золото, люди. Сколько людей осталось богатым из тех пор, думаю, не больше, чем 30 процентов. Хорошо, дальше. Крак капитализма при Каверике-19. Я не не верю, что капитализм упал, но все еще живем, как в капитализме. Просто Каверик ввел свои небольшие коррективы в работу экономики. Капитализм справился. Костоверим, а справился бы коммунизм или нет. Я не знаю, потому что для ребенок, при планах экономики, можно быстро перестарядить производство масок, но производство масок направить большие усилия, потому что, по-моему, там все уже успеваемое. Количество масок и количество бисептиков. Потом, часто сектор просит помощь, так как он платит налоги, если у нас есть государство. Если он не платит налоги, то он должен никак не помогать. При предприятии мы не будем платить помощь в государство, потому что мы ему не платили налоги, а нам нищего не должного. Дальше. Почему не создаются налоги частных предприятий? Извините, они создаются. Можно затянуться в самый успешный сектор Беларуси, который, кстати говоря, освобожден над некоторыми каком налогах. И давайте посмотрим, что дал нам варку с технической технологией. В нем зарегистрировали в компании паркеринг, маркеринг, маскарад, которые все решили сделать на миллиарды. Суммы и приносят отходы в бюджет еще больше, чем большую часть нашей государственной предприятий. Спасибо и все. Я хотел бы попросить прощения участников. Я допустил ошибку, потому что у вас на самом деле по 5 минут, а не по 2 минуты. Поэтому ваша сторона получит дополнительные 4 минуты для того, чтобы сказать ваше речи. Ваша сторона получит дополнительные 2 минуты вот прямо на эту речь. Пользуйтесь возможностью. И воспользуемся. Ладно, я снова, короче, с козырей зайду. От белорусского ВВП совокупные товары, которые, ну, слуги производятся в ПВТ, составляют, по-моему, 0,6%. Это, к слову, про миллиардные сделки и все остальное. Это не совсем так. Но да, конечно, отрицать то, что государственная политика там по развитию предпринимательства приносит какие-то плоды и было бы слишком глупо. Однако, тут нужно задуматься вот о чем. В краткосрочной перспективе я полностью согласен. Приватизация направлена на то, чтобы буквально пополнить бюджет. На уменьшение краткосрочных издержек, которые несет общество, в принципе, государство в качестве такого основного агента этого общества, скажем. Однако эта немедленная прибыль, в принципе, в дальнейшем превращается в увеличение издержек, поскольку, опять-таки, приватизация в среднем, если посмотреть на опыт стран, где она прошла, скажем так, более успешно, там, Прибалтику, посмотреть, Украину, Россию, то же самое, то есть другие постсоветские страны, то мы, во-первых, видим, что эти страны не существуют в вакууме, они существуют в рамках мировой экономической системы. И эта самая мировая экономическая система уже, скажем так, давно была каким-то образом организована, самоорганизована. И странно было бы предполагать, что просто приватизировав какие-то предприятия, мы сможем выбиться, стать какими-то тиграми и так далее, и тому подобное. Тот же самый РСФСР, то есть Россия современная, она на самом деле была гораздо более промышленным государством, чем Беларусь. Да, в Беларусь есть определенный миф про то, что мы сборочный цех были Советского Союза, но, однако, если посмотреть просто по объему ВВП, то, конечно же, Россия была гораздо сильнее. Так вот, и в России мы просто-напросто видим, что произошла деиндустриализация. Большими темпами, несмотря на то, что приватизация прошла, в принципе, вполне успешно, Россия превратилась, в принципе, в сырьевой придаток. И тут, конечно, можно опустить про то, что мы являемся колонией колонии, но в экономическом отношении. Однако просто говорить, что приватизация — это спасение экономики, будет сложно. Это не спасение экономики, это, в первую очередь, прибыль для отдельных лиц. Ну или, в частности, как это обычно происходит, отдельных больших компаний, корпораций, банков. Кирилл, может ли ты хочешь? Да, я просто очень хочу, не знаю, может, потом сэкономим это время. Или я не знаю, сколько времени осталось? Пять минут. А, ну, смотри, вот на этот раунд. Отлично. Вот. Да, то есть, нет, я просто, я даже не поленился, я загуглил, потому что мне показалось, что это звучит очень странно. Я загуглил, это правда. Nokia купил Microsoft. Microsoft купил Nokia. Нет укропнения бизнеса? Нет дискуссий. Вот. Это первое. Второй момент, тоже очень важный. Насчет ковида. Я говорил не про ковид, я говорил про экономические кризисы. Экономический кризис в капиталистической мировой системе — это норма каждые 10 лет. Что бы ни происходило, через 10 лет у тебя будет кризис, может быть уверенно, 100%. Но если мы говорим про ковидный кризис, извините, вот тут наши козыри, ну как наши, государственные козыри 100%, ну и наши, там, марксистские, коммунистические, с ковидом не справилась капиталистическая экономика. Штаты в огне. Ну, то есть, у них нет никакого вот этого, то есть, их частная платная медицина не способна справиться с ковидом. Она просто не способна. То есть, она эффективна для тех, у кого есть деньги. Когда нужно лечить много людей, и одновременно, а извините, а мы рассчитывали, что у нас в стране только вот такой-то процент людей с деньгами, ну так у нас для них есть медицина, а для этих у нас нет, извините, у нас там это бутылочное горлышко, мы не можем весь поток заболевших охватить. И вот, несмотря на разницу между Белоруссией и Штатами, и не то, чтобы мы собираемся сейчас хвалить сильно нашу страну, но, тем не менее, у нас остатки советской медицины есть, и у нас вот этот вот ресурс всех этих больниц, он тупо был, потому что он не был приватизирован, у нас нету частных, ну, есть у нас частные центры медицинские, но это так, родинку удалить там и всякое такое. То есть, медицина у нас государственная, и она работает, и она способна справляться с такими вещами. Во всяком случае, лучше, чем рыночная система. Вот, просто хотелось очень сильно вернуть вот на эти два моментика. А по тезису основному то, что приватизация, то есть, приватизация, это приватизация прибыли, а издержки, они всегда остаются на обществе, всегда. Ну, то есть, что это видно на примере тех кризисов 2008 года, что не помните этих фраз, to be, to fail. То есть, нельзя, то есть, мы сейчас собираемся разориться, рыночник порешал, что мы разоряемся, нет, мы хотим, чтобы государство нас спасло и выкупило наш разорившийся. Вот эти вот приколюхи, что мы приватизируем то, что приносит сейчас прибыль, потом, извините, мы банкроты, нас нужно спасать, пожалуйста, государство, выкупи наш разорившийся актив. И оно это делает, что самое интересное. Вот, а насчёт налогов, это опять же такие, налоги, это, по-моему, здесь немножко какой-то самый антитезис. Бизнес должен платить налоги, чтобы помогать, по идее, обществу, да, то есть, там, дороги строить какие-то, по идее, там, парки и детские сады. А по вашей логике получается, что он просто не отказывается никогда от своих денег. То есть, сначала снизьте нам налоги, мы хотим делиться меньше, но, в принципе, даже те деньги, которые мы заплатили, они всё равно наши, когда мы их попросим, вы должны нам их вернуть. Ну, у меня всё. Вы всё? Да. Хорошо, спасибо. И у вас сейчас есть 7 минут. Хорошо, спасибо. А касательно кризиса, которая происходит в экономике, в нашей 10-20 лет, это не такие страшные кризисы, как которые приходят при социализме. И, вы говорите, сейчас о кризисе перепроизвольства. То есть, когда очень много товара, договоритесь, вы никогда будет покупать. Ну, я согласен. То есть, когда товаров очень много, это страшно очень большой выплату, а, по крайней мере, при катетаризме, открывающем катетаризме, никогда не было в холодах, никогда не было во многое миллионы жёртО kokum. То есть, там, максимальный кризис… Максимальный кризис, там, там, кто-то был, у Комицын, Франция, я не знаю, в коментальном уровне, но это когда. А там, был не один вид, там, не 12 видов срок. Это достаточно очень страшный кризис. Хотел еще раз сказать, касательно Nokia, то есть укрепление правилка укрепления капитала. Почему Nokia купили? Потому что организация перестала грамотно распределять свои средства, а на рынке организация, которая не умеет распределять свои ресурсы, она становится банкротом, ее выкупает другая организация, которая не будет ее ресурсами распределять. То есть ресурсы, они перебывают из одного в другое. Касательно укрепления капитала, то есть укрепление капитала действительно происходит. То есть почему оно происходит? Потому что капитал сращивается с государством. То есть, например, называть олигархов бизнес-смытым я считаю не совсем правильно. Потому что это деньги сделаны нервничным путем. Это сращивание капитала с государства. То есть когда при помощи инструментов государства и политики государства олигархи сращивают капитал и делают за счет этого деньги. Касательно тоже Америки хотел сказать, что Америка сейчас горит не совсем из-за футболизма. Очень сильно стали популярны левые идеи. Несмотря на изначальную политику от собственных основателей, которую можно назвать фактом репертарианцами, Америка все равно оливела. Пришла в некий культурный марксизм, и сейчас все эти тендерантные идеи, то есть антика или антипы там бушуют и примят частные собственности. Что еще касательно медицины сказать, то есть почему частная медицина, у меня тоже все-таки и есть очень важные преимущества касательно чистой государственной. К примеру, у нас государство, ну по факту, мы не хотели, почему государство этого не хотело. А в Сарте скрывала статистику, то заберешь. То есть именно так было другое, чтобы они были монополистами в родности света, или любого государства, пускай самая честная может быть Швейцария, и могут на себя достать политику. То есть они не позволяют частным центрам оказывать помощь у них. То есть, ну это тоже банальный инструмент политики и писарства, ну ему не выгодно давать частными центрам этот инструмент. Может, по-русски еще больше добавить. Давайте. Ответим на ваш вопрос. Ваш вопрос про Nokia. Если мой теорий исчезла, или Microsoft, то почему у Microsoft есть конкуренция, тот же Apple с их операционной системой? Почему появились у Microsoft конкуренты в других сферах, ну я уже назвал, Apple, Samsung, Xiaomi, а сейчас топ-3 производства в России с любимым телефоном? И опять же, вы сказали то, что бизнес просил дать им деньги. Я не это и сказал. Бизнес просил дать отстройщику. Бизнес бы рассчитался. Не бойтесь. Если бизнес не рассчитается, то он откроется, и он перестанет существовать. Дальше вы сказали то, что приватизация и содержит. Однако сейчас Беларусь, когда не дает приватизировать госсобственность, сейчас, наоборот, Беларусь ввели деньги на то, чтобы поддерживались наши госпредприятия, а начали поддерживать для того, чтобы там были рабочие. Однако, по итогам прошлого года, точнее, 2019 года, госсектор, наоборот, еще больше захотел рабочих, а частные предприятия, частные организации, наоборот, нарастили количество рабочих на своих организациях. И почему, давайте подумаем, почему госсектор сократил рабочих? Потому что у нас политика государства направлена на то, чтобы достичь заработной платы 500 долларов. То есть, госрегулирование включается в игру и делает хуже своей же политике. В то время как у участников и зарплаты растут, людей и людей придется становиться больше. А у государства людей меньше, но, да, немного растет. Спасибо. Спасибо большое. И заключительные тезисы. Я прошу поговорить с марксистской стороне. у вас есть тоже заключительные. Да, заключительные, по крайней мере, третий по счету. То есть, хотелось бы, это мы еще, когда к вопросам придем, будем немножко это конкретизировать. То есть, приватизация. Приватизация, опять же, с чего? Мы говорим, в основном, когда мы говорим про приватизацию, вроде как проскакивает слово эффективность, но потом оно все равно заменяется словом прибыль. То есть, всегда речь идет о прибыли. Хотелось бы напомнить, что есть такие вещи вообще в жизни людей, общества, ряд сфер, которые не предполагают прибыли, они просто должны быть. То есть, это огромное количество таких вещей, это элементарно, там, водоснабжение в городе, да, там, или электричество. То есть, оно просто должно быть. Неважно, приносит оно деньги или не приносит, оно просто должно быть, иначе город не будет функционировать. Вот. Мы, как марксисты, опять же, такие, как социалисты, мы бы выдвинулись дальше, мы бы сказали, что вообще все потребности человека должны быть удовлетворены. Там и жилье, медицина, образование, досуг, развитие, то есть, все должно быть удовлетворено, но пока мы говорим про рыночную экономику, про капиталистическую систему. Так что, в капиталистической системе, несмотря на то, что она капиталистическая, ориентированная на прибыль, существует такое понятие, как естественные монополии. Вот. Это не я придумал, это придумали те люди, которые вводили в оборот еще такое понятие, как market failure, то есть, косяк рынка и неудачи рынка не способны всего сделать. То есть, есть ряд вещей, на которые рынок не способен дать разумительный ответ. То есть, как я уже сказал, то есть, элементарное электричество, электроэнергия. Нельзя каждому во дворе построить маленькую электростанцию и с нее питаться. Это те сферы, которые нужно делать централизованно, то есть, просто необходимы. Вот. Такие моменты есть, и спрашивается, кто с этого должен получать прибыль, и почему он должен получать с нее вообще. То есть, если мы просто понимаем то, что обществу нужно электричество и вода, например. То есть, вот по какому принципу решать, кто должен получать с этого прибыль. Ответ просто стоит, тот, у кого уже есть деньги, кто может позволить себе купить, например, всю там, все электростанции в стране, например. Вот. Другой никто не может себе позволить, поэтому мы отдаем это на откупы. А примеров реальных, опять же таки, масса. Вот просто замечательные примеры. железные дороги. Что в Германии, что там, в Англии. Приватизация железных дорог. Отличная идея. Вот просто отличная. Потому что теперь у нас, ну, просто если посмотреть там все эти цифры, потом у нас оказывается, что проходит 20 лет с приватизацией железных дорог. О чем было сказано? Расходы, расходы общественные, они не уменьшаются, потому что государство все равно берет на себя там, строительство каких-то новых дорог, обслуживание. А эти просто могут получать с нее прибыль. Вот. Никакого там эффективного прорыва, никаких там новых технологий, там новых поездов, ничего особо не вводится. Просто теперь кто-то получает с этого огромные бабки. То есть, если смотреть по статистику, вот, конкретно понимать статистику показателей железных дорог в той же Германии после приватизации, единственный показатель, который вырос, да, там тоже показателей много, там, количество там перевозок, общий там объем, да, там, количество этого железнодорожного полотна, того сего. То есть, показатели миллион, они все в лучшем случае остались такими же. Единственный показатель, который скаканул, это зарплаты топ-менеджмента. Вот это единственный показатель, который скаканул после приватизации. Вот. В чем заключается, собственно, тезис. То, что не на… есть ли от вещей, которые не на прибыль должны ориентироваться, они просто должны быть. Как, например, та же самая медицина, о которой уже говорили. Хорошо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь мы можем перейти к вопросу на ответной части. Каждой стороне будет дана возможность по три раза задать вопросы оппонентам. Вопрос можно задавать в течение трех минут и отвечать тоже. Ваши оппоненты будут в течение трех минут. Право первым задать вопросы дается стороне либертарианцев. Прошу вас. Ваши три минуты на то, чтобы задать вопросы. Так. Вопрос первый. Согласно российской теории, цена состоится из труда, втраченную на производство людей. Так? Нет. Продолжайте, пожалуйста, вопрос. Да, это фирмы, которые заточные производства людей. Мы же выводим подпелес, что цена на продукт исходит в производство. Как объяснить отрицательной цены на нефть с точки зрения марсистских учений? Знаете, что такое фьючерсы? Да. Сорян, это немного токсик сегодня. Ну, блин, буквально по фьючерсам получалось, по там, свопным ценам, что буквально перезагрузили, короче, нефть. в контейнерах, ну, в местах хранения, они, по-моему, правильно называются. Ну, и буквально просто перенасыщение рынка было. Я, правда, не совсем понял, что вы там про цену марсистской теории говорили. Я хочу узнать, как вы объясняете рецепт принципы на нефть. если вы, если Мак предлагает то, что цена заформируется из на Иисуса, которая потрачена на производство продуктов. Я не готов пересказывать первые две главы капитала, на самом деле сейчас. Ну, во-первых, нет, цена так не формируется. Нас... Мы марксисты. Мы марксисты, вы просто не понимаете. Не, ну, то есть, если по-простому в двух словах, не цена формируется, формируется стоимость. То есть, есть реальная стоимость. Это... Ну, давайте совсем по-простому. Есть такое понятие, как спекуляция. То есть, она просто есть. Это факт. Вот цена, да, это производная стоимость. Спекулировать можно на чем угодно. Я могу спекулировать, если мне повезет, даже на своей... Хотел поштую шутку сказать. Короче, я могу спекулировать на чем угодно и продать все, что угодно. Ну, если я сильно постараюсь, я могу там это сделать. Но основа этого, естественно, она складывается из общественно необходимого труда вложенного в продукт, плюс стоимость ресурсов, там, бла-бла-бла. Переменный капитал, постоянный капитал. Вот. Ну, про цену, да. То есть, вот, пожалуйста. То есть, механизмов современных, ну, то есть, современных... Капиталистической. Да. И в рамках этой капиталистической получилась такая цена, да, действительно. Ну, а при коммунизме у нас не было бы денег и цены бы не было. Ну, то есть, даже к марксизму он как бы капитализм, типа, изучает буквально это. Не про то, что там мы будем строить СССР, а про то, как работает капитализм. Ну, буквально. Я понимаю. Маркс не смог объяснить. Так? Что именно не смог объяснить? Питательная цена. Питательная цена. Как объяснить отрицательную цену на нефть с точки зрения марксистских учений? Да. Точно так же, как и с точки зрения других учений, скорее всего. Ну, если в марксе без основы ресурсы, которые затрачены, да, а в производстве... Стоимость не равна цене, если проще, скорее. Хорошо. И почему... Хорошо, смотрите. Цена формируется, в том числе, при помощи рыночных организмов. То есть, там, среднеизвешенные цены формируются, там, да, на то, ну, условно говоря, если ты там производишь что-то, то она будет, конечно же, стремиться к тому, чтобы соответствовать стоимости. Но это не обязательно так. Потому что мы живем в эпоху крупнотоварного производства, и зачастую, ну, просто-напросто, там, наценка маржа, которая может быть на товаре, она просто отличается, может отличаться, там, вразительно в разные стороны. Да. Дальше, как электроэнергия, например, тоже похожий пример, как вот ваш с нефтью. Там, в какой-то момент, то ли в Дании, то ли в Финляндии, сейчас точно не вспомню, но буквально за покупку электроэнергии не доплачивали. Потому что, ну, было перепроизводство этой самой электроэнергии. Я просто бы быстро еще добавить, что, то есть, подвох этого вопроса заключается в том, что цена не стоит всегда негативно. Она иногда может выстрелить как угодно, я же говорю, в момент спекуляции в том числе. То есть, если бы нам нужно объяснить, а почему у нас просто всегда продаются бесплатно тапки? Вот просто тапки всегда стоят бесплатно. Такого не бывает. Иногда я могу, ну, я же говорю, по-разному могу, там, в конкретный момент времени, в конкретный момент времени факторы какой-то можешь сыграть. Такого отличательной цены и не бывает. Ну. Подождите, сейчас дается возможность задать вопрос, да, оппонентам. Чего будем задать? Наверное, не знаю. За, не извиняюсь, вопрос. Что будем с АЭС делать? Что еще? С АЭС. Ну, запускают, короче. Как ее? Кто будет ее покупать? Кто ее будет реализировать? Да. Мы, конечно, с ней нарктистами, мы выступаем за то, чтобы у государства, то есть, мы не движим государства, мы к нему очень политически относимся, хотим его минимизировать, но мы не хотим, по крайней мере, я, конечно, ничего всего уничтожить. То есть, я, ну, я постараюсь, но у общества должны быть какие-то, то есть, вообще какие-то, какие-то лица, то есть, возможно объединение общественной жизни, она должна существовать. И АЭС, например, сходит в рамки того, что должно предупредить ресурсы. Ответ получен. Отлично. Ваш вопрос. Как справиться с дефицитом и планами экономики, если не все вещи, которые беспланированы? Ну, то есть, я понимаю, что нужно ответить, я не сдавать встречные, но мне хочется сдавать встречные, а как справиться с этим при капитализме, то есть, понимаете, в чем больше, в чем самый большой прикол капитализма, это вот просто сидеть на диване, не ошибается тот, кто ничего не делает. Позиция рынка само, мы планировать не будем само. То есть, вы говорите, рынок сам себя отрегулирует. Я даже готов с этим согласиться. Но пока он себя будет регулировать, люди будут терять работу, умирать от голода, экология пойдет куда-то по наклонной, да, и потом он будет себя регулировать. Давайте мы медленно перевернемся в другую сторону, потому что это делать придется всем. Ошибка, то есть, она может произойти. Мы, там, допустим, да, когда говорим про планную экономику, мы планируем, 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 оп, ошиблись, нужно регулироваться. А вы такие, а мы вообще не будем планировать, мы просто будем регулироваться. Ну, то есть, как? То есть, если есть дефицит кого-то товара, то мы тогда планируем, чтобы, блин, наш план был говном, нужно срочно пилить новый, и мы пилим новый. Вот как мы будем регулировать. И планировать лучше. Почему пилистичка производства быстро справится с какими-то новыми переменами, новыми данными? Потому что пилистичка общества настроена на общей своей части, на получение прибыли, и прибыль является таким общим мотивом. Если человек, если какой-то интеллект хочет получить прибыль, то он хочет работать. И, как я сказал, есть хороший мотив в получении прибыли. Пилистичка общества быстро пристроится, чтобы получить прибыль. И дефицит какой-то товара, он быстро проведет. И наценка будет все меньше и меньше в течение времени. Но как будет бороться разделиться там плановым, я не знаю. Потому что я как-то не услышал в этом. Но точно так же, на самом деле, в рамках капитализма планирование используется только в путь. Все большие корпорации, они практически там, конечно, не пятилетками пользуются, но… Нет, это не дискарство. Штат. Не дискарство. Понимают это. Очень плохо. Извини, не слышу. Это не на уровне государства. Это специально микропоразы. То есть, как работает померение. Берем 100 тонн дирана, например, тоже самое, да. 10 тонн пускаем 100, 10 тонн писать на пол, да. А как перегаспределить, чтобы другие части производства сильно подкручиваются? Без понятия, не знаю, там, кинетические системы какие-нибудь разрабатывать или еще что-нибудь. Ну, типа, я не футуролог, поэтому я не буду говорить, как там с дефицитом будет бороться в будущем. Да и это приватизация там не то чтобы сильно как-то… Я правильно понял тезис, то, что, ну, то есть, планировать в мелком пространстве легко, а в крупном типа тяжело. Об этом… Да, ну, я согласен. И в мелком пространстве. И в мелком пространстве. Просто тогда, ну, может, это пойдет как вопрос, ну, то есть, я согласен со сентезом, что в крупном масштабе тяжело планировать, но вы просто предлагаете не планировать в крупном масштабе. То есть, просто, допустим, даже представляем эту идеальную систему, куча-куча мелких, мелких-мелких-мелких акторов, и каждый планирует себе на уме. Без вот этого взаимодействия, да? Я согласен, но вашей концепции… То есть, мы это отменяем, и просто есть миллион акторов, которые планируют сам себя, не согласовывая с другими. Это реально так же. И вот, как они умудрятся друг другу, во-первых, это мой вопрос, это так, как они умудрятся не ставить друг другу палки в колеса, второе, не дублировать усилия, да, то есть, как у меня в доме три раза оптоволокно проводили. Сначала МТС, потом, там, байфлай, там, неважно, вот три раза. Вот у меня дома три оптоволокна. Вот эффективность. То есть, зачем мне три раза в дом проводили оптоволокно? Цены одинаковые. Вопрос в том, то есть, как вот это вот, без согласования планирования, как сделать так, чтобы не дублировать усилия? Извините, это ваш вопрос или часть диалога? Это уже организация вообще моя, да? Ну, нет, это вопрос, хорошо, это вопрос. А, просто вопрос. Окей. На организацию приедет много меньше факторов, и эти конкуренция производит наиболее эффективные предприятия, которые делают лучше продукцию, с меньшей тататой иисусов, которые будут хоть спросом переводить. А, опять же, как государство будет уверено… Про дублирование этих самых. Я не понял. Не получил ответ, наверное, на этот раз. Нет, я хотел вот точно сказать про дублирование, что имеется в виду какая-то инструктальная собственность или… Ну, все что угодно. Я же говорю, то есть два раза проводить оптоволокно, два раза в одном месте строить там какой-то объект. То есть, зачем это делать дважды? То есть, планирования нет, они просто, то есть, одновременно делают одно и то же, но не делают чего-то важного. Но они делают это с чего-то согласен. То есть, конкретно кто-то дал согласие на то, чтобы три раза этого упомянуло к этому поводу провели. То есть, я не понимаю, в чем суть вопроса? То есть, если… Нет, нет, нет. Суть вопроса в том, что собирается ли вот эта вот концепция избегать таких, каким-то образом избегать. То есть, вот наш вопрос, как мы избегаем дефицитов, ну, к нам вопрос, как мы избежим дефицитов, а мой вопрос, как вы избежите бесполезной траты, то есть, бесполезного дублирования работы. То есть, то, что мы разные акторы, три раза делают одно и то же. Хотя это достаточно для людей сделать один раз. А если там организация будет выполнять одну и ту же работу, которая не приносит ей крипт, зачем ей выполнять? Я не знаю, но у меня три раза проводили, кто выложил. Если это какие-то добровольцы, волонтеры, то мы можем… Если работа неэффективна, то организация, которая производит работу неэффективно, она закроется. Если у вас три раза автоматного проводились, значит, не все женщины дома будут присутствовать. А, правильно? Да, всеми с этими академиями. Вокрового комнатного, да. Кто-то одно автоматом будет сущим. То есть, получается, организация зря потратила свои усилия, значит, организация не сталкивает. Вот, вас не беспокоит то, что зря… Если организация в частной институте, она закроется. Да, нет, я согласен. Но вас не беспокоит то, что зря было потрачено ресурсы, время, деньги? То есть, она потрачена зря. Она закрылась, она наказана, но просто ушло в никуда. Время, деньги, ресурсы. Так работает рынок. Если организация работает эффективно, значит, она закрывается. Ее ресурсы перераспределяются в организации. А она не будет поддерживать. Ее никто не будет поддерживать. Нет, я понимаю. Я понимаю. Я понял. Ответ я получу. Это работа, которая просто так может у меня совершиться. То есть, такое случается не только на рынке, но и на плану экономики. Такое случается, и просто рынок этим намного более эффективно будет. То есть, пока надо ждать всего приказ сентрализованного правительства, которое будет доложить свободу от организации, эта организация при рыночной экономике она просто забирается. Либо, может, там разные могут быть формы. Теперь формируется. То есть, будет другая организация, реорганизация различных производителей. То есть, организация, чтобы жить на рынке, она должна быть прибыльной. Ну, ответ, в принципе, я получу, можно сказать. Окей. А вы получили какой-то вопрос задавали? Получили вы ответ? Мы ответили. Ну, мы соскочили. А. Ваш вопрос? Третий, да? Да. Третий. Почему каталитические страны выглядят намного более хорошо и намного лучше в сравнении социалистическими или коммунистическими? Можно уточнить, что сравнивается? Давайте, подумаем, что будем разговаривать под каталитическими, это вот, в Западе Европы, а социалистические, например, Сентябрь, который остался в Китае, который был в реформах каталитических, который, наверное, не стал при каталитических реформах. Что-то еще? Да, ответ, ну, можно таки банальный. Европа – это, сколько там, 600 лет истории колониализма и, в принципе, эксплуатации всего мира. Ну, я думаю, это будет глупо отрицать, что европейцы, в принципе, они хорошо подготовили в том, чтобы, ну, просто на только грани всех вокруг. И это не то, чтобы, там, упрек дидан каким-то древним, которые уже умерли много-много столетий назад, но просто буквально за счет того, что европейские державы, Западной Европы, они обладали немалыми колониальными империями, там, конец 19-го века, собственно, такой золотой век капитализма, скажем так. Но это очень сильно повлияло на то, что, ну, у них запас, скажем так, ресурсов, инфраструктура уже есть, торговые связи. То есть, ну, фактически европейцы, может быть, ушли из Конго, но они остались в Конго. И Конго все еще работает на… ну, не только европейцев, американцев, в том числе корейцев. там, всякие известные рассказы про клеткоземельные металлы, шахты и местных царьков-варлордов, которые все это охраняют, чтобы поставлять дальше Сони. Поэтому, ну, да, немаломерит все дело в том, что европейцы просто с пушками пришли. Ну и капитализм, конечно. Ну и марксисты, мы не отрицаем, что капитализм – это, ну, точно, мощная сила, которая немало дала человечеству. Вопрос в том, что… вот, немного вот к вашему вопросу про дефицит и нашему вопросу про дублирование. Нужно просто понимать, что, как бы, мы не бессмертные, мы конечные. И это точно так же относится, там, в отношении, там, физической энтропии для планеты. И, ну, типа, постоянное такое наращивание, постоянное наращивание, там, выключенных каких-то возможностей, диверсификация. Ну, мы просто рано или поздно придем к тому, что у нас уже планета не станет. Это один из моментов, в которых, ну, как бы, капитализм тоже так понимает вполне. Там, киоски, протоколы и все остальное, то есть… Да, честно. Отвечайте. А, может, вопрос уже… А, ёлки тоже. Ладно, раз уж мы это так просто болтаем. Вопрос в подковыке. Смотрите, у вас был такой тезис, что приватизация – это, скажем так, залог выполнения принципа, что каждый может стать богатым. Ну, ребят, да. Посмотрите, допустим, вот в Беларуси, да. У нас необязательно приватизировать, чтобы стать богатым. У нас куча чиновников, которые, там, люди с приватизацией отлично зарабатывают. Может быть, приватизация не нужна, есть другие способы богатым стать. Просто, там, чиновник, инстаркновенным попутчикам. Что же отлично? Нет, это просто как один из инструментов, потому что тоже бесплатят здесь и ее. Почему у нас в Беларуси приватизация, которая происходит в локальном экономике. Потому что я же уже говорил, то есть это не рынок, это сращивание государства. Потому что вот эти чиновники, приближенные в вас, они добираются с инструментами, то есть как это было в России, например, почему появились некомендарты. Они договаривались об локационной. То есть, в итоге, прибыль получал даже не государство. То есть, там, они шли по минимальной цене эти предприятия, ресурсы страны и, действительно, продавали за предприятия. Из-за чего, позже, эти олигархи стали сговориваться с правительством, образовав, образовав эти монополии, вот из-за как раз сильного государства и рынка, получается, достаточно плачевный. То есть, в Беларуси он такой маленький незаветный. У нас, по сути, это олигархи. Все про олигархи. То есть, если приватизацию проводить вот в рамках правого государства, которое существует сейчас, я могу усвоить государство, оно будет неэффективным, и это будет как в России. То есть, то образование бакилянских монополий и как раз приватизирующим это государство. Вот. Я думаю, согласно здесь. Ну да, можно уже просто-просто приступать в какой-то полет. А у нас сейчас перерыв на 15 минут. А вопросик из зала после перерывчика как раз. Ну а может быть маленький все-таки с надо? Нет, после перерывчика. Без маленького, без маленького. А сейчас будет серия вопросов от зрителей. То есть, людям, которые находятся в зале, будет она вам возможность задать вопросы. Чуть-чуть по поводу вопросов. На вопросы задано 3 минуты, но я думаю, зрители прекрасно понимаете, что если вопрос требует подводку минут на 15... Рано, рано, рано. Если вопрос требует подводку минут на 15 к самому вопросу, то лучше либо перефразировать этот вопрос, либо его вовсе не задавать. Да, то есть, давайте уважаем друг друга. К вам подойдет человек с микрофоном. Где человек с микрофоном? То есть, ребята, да, будете делиться. Да. И во время своего вопроса уточняйте, о какой стороне вы задаете вопрос. Ну, собственно, давайте начнем. Вот первая рука, первая рука слева, вашу вижу, вашу вижу. Расберемся. Да. Встаньте и, пожалуйста, представьтесь. Да, добрый вечер. Меня зовут Влад. Я могу к любой команде обращаться, правильно? У меня к нарксистам есть вопросы. Ребята, расскажите, пожалуйста, я понял видение команды либертарианцев, да? А вашего видения, как это, идеальной системы какой-то, да, я не понял. Ну, вот, если представить, допустим, Беларусь, да, если на ее примере можно, расскажите, пожалуйста, как должно выглядеть, ну, идеальное общество с точки зрения, ну, не только и про приватизацию, если можно. да, в целом так. Спасибо большое. Так, пошел, пошел. 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 Я не знаю, я не пользую тебя. Я тупенький. Тупенький. О. Хорошо. Так. Ну, опять же, как это старались мы, конечно, немножко ближе к теме приватизации, да. То есть, приватизация сама по себе, конечно, к марксизму как-то маловато отношения имеет. Если рассказывать про идеальную систему, ну, это, во-первых, долгер, во-вторых, ну, во-первых, долгер, во-вторых, можно в общем-то так рассказать. То есть, тезис очень простой, все его знают. От каждого способностям, к каждому по потребностям. Что это значит? То есть, это значит то, что нет такого понятия, как прибыль. Это самое главное. То есть, прибыль, в чем, в чем, опять же таки подвох? Прибыль не является никаким универсальным мотиватором вообще ни для чего. Если бы она являлась бы универсальным мотиватором хоть для чего-то, то не было бы в каждой конторе, куда ни зайти, миссия компании. Учебники – нематериальная мотивация от сотрудников. Потому что прибыль, она не мотивирует. Мотивирует идея. Мотивирует понимание того факта, что ты работаешь не ради вот этих вот, каких-то вот этих вот показателей бесконечного роста, смотреть, смотреть вечный двигатель изобрели. Мотивация работает, когда есть понимание того, что ты работаешь на благо общества. Короче. То есть, идеальная система – это когда каждый работает творческим трудом занят, потому что он хочет работать, потому что люди не могут ничем не быть заняты просто по определению. И усилия общества направлены на то, чтобы удовлетворять конкретные потребности конкретных людей. Вот и все. Ну, то есть, как оно должно быть. Это, да, про Беларусь хорошо. То есть, вы понимаете, в чем прикол? Вот даже наши ребята-оппоненты, они же сказали, что в Беларуси приватизация фиг чего сделает хорошего. Потому что вот такая у нас позиция, что, ну, в смысле, положение в стране, да, то есть вот устрачивание государства. То есть, с Беларусью вообще мало ничего хорошего можно сделать, если уж так говорить откровенно, в рамках одной этой страны. Тут мы же интернационалисты. То есть, что нужно знать о коммунистах? Мы интернационалисты. То есть, мы мыслим в основном в масштабах всего человечества, а не масштабах Беларуси. Ну, то есть, естественно, что можно сделать в Беларуси? В Беларуси можно не повышать пенсионный возраст, например. То есть, вот его повысили, а можно его откатить обратно, например. Вот. Можно не делать поблажки налоговые для ПВТ, а наоборот, чтобы богатые платили налоги и чтобы можно было инфраструктуру какую-то развивать. Ну, то есть, такие вот вещи можно сделать в Беларуси. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Спасибо за дебаты. Очень интересно и познавательно. Меня зовут Олег. Я хочу задать вопрос господам либертарианцам. Мне представляется, что более совершенная эволюционная форма в равных условиях демонстрирует большую эффективность. Это как бы из истории, из биологии мы все знаем. Подскажите, пожалуйста, есть ли в современных условиях, когда нет законодательного ограничения на деятельность в свободной форме, есть ли успешные, действующие, крупные предприятия, основанные на принципах свободы, равенства и братства, на либертарианских принципах. То есть, без должностных инструкций, без технологических процессов. Каждый, кто пришел, что хочет, то и делает. Спасибо. Хорошо. Хотел бы сейчас сказать вот больше. Смотрите. Мы являемся монхистами. То есть, мы предусматриваем, чтобы существовало как это государство, чтобы существовали какие-то законы, рамки, которые, то есть, организации, они могут каким-то образом ограничиваться после минимального. То есть, мы выступаем за минимальные налоги. А если вы имеете в виду, то есть, чтобы любой организации, корпорации, то есть, не было никаких там полмочий, делал все, что ей вздумается абсолютно, потому что ей никто этого не запрещает. То у нас такого нет. То есть, мы выступаем за то, чтобы государство сохранялось. То есть, корпорации у них будут ограничения. Если вы это имели. Я правильно понимаю? Я не оппозиции ваших спрашиваю. Я спрашиваю. Фактическое наличие предприятий, основанные на либертарианских принципах, есть ли? А предприятия, основанные на либертарианских принципах? Да. Слушай, свобода. Совместно организоваемся. Вопрос понятен. Спасибо. Ну, смотрите. То есть, в принципе, любой организации практически, ну, кроме каких-нибудь крупных монополистов, строительства государственного либертарианского интересного. Потому что они, по сути, они ее могут поддерживать интуитивно. Они всегда поддерживали какие-то права и идеи за свободный рынок и так далее. Организациям это очень нравится. Ну, кроме тех организаций, которые непосредственно сросли из государства. Поэтому им очень сильно импонируют идеи предприятия и сниженные налоговые ставки. То есть, это меньше налогов. То есть, большая прибыль поступает, они смогут выплачивать и контролируют большую зарплату сотрудникам. Я ответил на ваш вопрос? Ну, я ответил на вопрос, каким предприятиям нравится либертарианство? А вы ответил на вопрос, какие предприятия действуют по этим предприятиям? Или нет, пожалуйста? Ну, с вами легко, а по руку. Хорошо. Давайте, смотрите. Мы все знаем, что сейчас драйвером роста у многих стран является информационная технология. И как раз таки в информационных технологиях многие компании используют либеральные принципы. То есть, сотрудникам дан план, сотрудникам задача какая-то определенная до какого-то числа сделать проект. И если сотрудник не справляется, то к нему применяются санкции. В остальном же, как, каким сями будет сотрудник добиваться этих целей и задач, сотрудник вообще полностью на свободном поле действий. Он как хочет, так и делает. И многие, абсолютно многие, тот же Яндекс российский, тот же Google, да, возможно, немного может сказать, что они из государства, но тот же Яндекс очень сильно отбирается в государство и очень хочет, чтобы он ассоциировался с государством. Но в Яндексе очень многие либеральные идеи поощряются. И если сотрудник хорошо работает, если он выполняет свои задачи, неважно как, очень хорошо, очень хочу почерпить инструмент, он повышается в карьерной лестнице. То есть я, наверное, сказал конкретно компанию в России, да? Вот. И на этих принципах она работает. Свободы, свободы действий, свободы сотрудников. Да. Абсолютно. Да. Очень много этих компаний. В том числе Яндекс. Спасибо большое. Я тоже попробую ответить на ваш вопрос. Я знаю тоже пример такой организации. Минский хлебзавод номер четыре. Потому что если учитывать, мы пускаем их в продукцию, там действительно все делают, что хотят. И компания, которые тянули автоволокно в доме у Кирилла, тоже, наверное, либертарианцы тянули. Так, следующий вопрос. Да, мы его послежим. Мой вопрос с адресомом кругу либертарианцев. И он состоит в том, что в 2011 году банк Италия производил исследование налогообложения и изменения его за последние 600 лет, согласно которым 90% фамилий, указанных в них, сохранились. У меня вопрос состоит в том, каким магическим образом можно разбогатеть, согласно вашего тезиса, то, что бедные могут стать богатыми. Италия является очень давно уже капиталистической страной. То есть там есть вот такая устойчивая система семьи, которая там располагает богатство. Потому что это богатство у них никто не отнимает. Нет никакого государства, никакой политики национализации, никаких коммунистов, которые забирают частную собственность. Поэтому какая-то частная собственность, конечно же, наследуется. То есть и в Италии, где большая часть пожилого населения, у них тут все наследуется, они тут недвижимость продают. Но все равно капитал обладает некой текучестью. Потому что, как мы можем заметить, то есть эти семьи какое-то время сохраняются, но потом они в итоге все равно теряют свой капитал. Как можно стать богатым, бедным? То есть ресурсы, они постоянно перераспределяются. То есть сейчас эта организация работает эффективно. Через лет двадцать, либо она там, получается, реорганизация, либо она умирает. Эти ресурсы куда-то перетекают, и можно открывать свое дело. То есть, не знаю, банально, если рынок хлебопекарни абсолютно занят, вы можете все равно открыть свой хлебопекарню. То есть рынок, он всегда представляет возможность маленькой организации, проявляя какую-то инициативу, то есть какой-то энтузиазм все равно ворваться на рынок и стать самым крупной организацией. Добрый день! Спасибо за интересную беседу. Я обращаюсь также к либертарианцам. Возможно, не очень хорошо, но допустим. Так вот, опыт двадцатого века показал нам, что разрыв между летящими и отстающими государствами, вопреки некоторым теоретизированиям, не сокращался, а раньше увеличивался. Богатые страны оставались богатыми, бедные оставались бедными. Но есть несколько исключений. Одним из этих исключений является Союз Советских Социалистических Республик. Мой вопрос созвонит так. Судя по данным известного и признанного академической среде экономиста Ангуса Мэдисона, в течение двадцатого века ВВП нарушил селение в лидирующих каталитических государствах, таких как Западная Европа, США, Канада, Новой Зеландия, увеличился в 4,3,3 раза соответственно. В странах Латинской Америки, которые начинали на схожем уровне Советским Союзом, ВВП уменьшился в 3,6 раза. В СССР, в свою очередь, темпы роста составили 5,1 раза. Как можно объяснить тот факт, если социалистическая система является ущербной? Почему СССР по темпам роста обогнал преобладающие большинство каталитических государств, уступая буквально в нескольких из них ввиду весьма объективных причин? Итак, начнем с того, что с Латинской Америки. Есть такое понятие, как догоняющее развитие. Рабочая сила дешевая, значит, туда придет инвестиции, потому что там дешевая рабочая сила, и это выгоднее производить какие-то там продукты СССР. В СССР очень большими потерями, очень большими силами было достигнуто это развитие. Я не знаю, какими данными вы располагали. Возможно, они брали некорректные данные, потому что мы все знаем, как в СССР ввела статистика, как там не был развит институт статистических органов. И потом мы все видим, как сначала плохо вписывались советские страны в современное общество. Хотел еще добавить то, что ВВП там просто не являются главные показатели экономики. Потому что, например, у России на то, что ВВП тоже достаточно приличный результат, однако это никак не отображается на уровне жизни населения, то есть на уровне качества экономики. Что еще хотел сказать, что сейчас развитые страны, у них ВВП увеличивается там на 1-2%. То есть там есть Польша, которая на 3%, среднем увеличивается ВВП. А развивающиеся страны в этом плане легче. То есть у них уже есть определенный маршрут, как они могут развиться, они могут делать ВВП спокойно и 10-20%. Потому что эти этапы уже пройдены у других стран, надо просто брать опыт этих стран, чтобы их догнать. Поэтому страна, которая в ВВП, то есть развивающиеся страны, в которые Беларусь тоже входит, у них очень много перспектив в этом плане. У них тоже не связано с мартистами, потому что в Беларуси тут и бесполезный кусок нет. У Беларуси есть определенные преимущества. Это мононациональная страна, у которой никаких не бывает конфликтов особо религиозных, либо национальных. Это страна с замечательным населением. Тут можно построить хорошую выручную систему. Нет, это сильный вопрос. Мы просто еще по-другому. Лидирующие и политические страны росли быстрее в среде, чем настоящие. Тезисы о принятии развития не реализуются в целях, без исключениях, которые являются статистические государства. Соответственно, это не так. Это не так. Это не так. Но, смотрите, то есть я видел статистику. Есть здесь статистическая система, какая ущербная? Учиница этих взрослых статистов, и он обидал себя дальше в результате критических государств. Как и схожи, но в результате, можно сказать, это не так. А, конкретно в чем он обогнал? В каких сферах? Темпер роста с уг participating в среде о своем развитии экономической теории. Почему ОКР в СССР вырос в 5,2 раза, что преодолеет преобладающие пришло в тысячи государств как на Украине, так и в последующих СССР в начале СССР? Политика, то есть реализация, то есть создание фабрик организаций, которые не всегда существуют более эффективными, то есть производство всех товаров и услуг СССР увеличилось, то есть я не спорю, но только точно увеличилось. То есть экономика Советского СССР, то есть уровень жизни обычного гражданина увеличился постепенно с такой скоростью и даже не приблизился к тому, как это было в западных странах. Всё, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Без многоходовочек. Есть ли вопрос с марксистом? Ага, всплыли, всплыли вопросы с марксистом. Сейчас давайте разбавим ручку тюрьму. Ваш вопрос. Видел. Здравствуйте. У меня вопрос такой болезненный о марксизме и ревизионизме. Вот вы сейчас говорили много про то, что нам нужно делать собственность государственную, но вопрос же ставится собственность частная или общественная. Допустим, если брать марксизм и ревизионизм, то Ленин говорил, что вот этот вот слом, который должен произвести в государстве, перехода от государства диктатуры буржуизии, диктатуры полетариата и соответственно от буржуазного парламентаризма к Советам, этот слом происходит в результате революции. И он здесь говорил, что здесь есть момент уничтожения государства старого буржуазного и строительства нового пролетарского государства, которое в форме Советов возникает еще внутри буржуазного государства. Вот у меня к вам вопрос. Какие политические стратегии конкретные для победы социализма в Беларуси сейчас вы считаете реальными? То есть что вы собираетесь делать? Уничтожать буржуазное буржуазное государство? Что нужно делать сейчас? Спасибо. Да, Беларусь классная страна. Балдежная. В общем, на самом деле нам... Короче, на самом деле мы не выступаем за то, чтобы все принадлежало городскому государству. Очевидно. Нас, в принципе, приватизация волнует только с точки зрения, что это один из инструментов, которым правящий класс перераспределяет там у себя каким-то образом капиталов. Если говорить про то, чем конкретно сейчас могут заниматься биваки и так далее, но, естественно говоря, мы находимся... Возможно, там есть такое мнение, что мы находимся примерно на уровне, там, типа, кружковщины, так называемых. То есть незавосимой организацией интеллектуалов, активистов и так далее, которые там вместе что-то изучают, окружающий мир, пытаются небольшими какими-то активистскими штуками заниматься. Я не верю, что на самом деле так, но в любом случае на данный момент единственное, что можно сделать, это каким-то образом помогать рабочему движению. Потому что что белорусское государство, что там, не знаю, какая-то национально-либеральная оппозиция, они в любом случае сходятся в том вопросе, что, ну да, нужна приватизация, нужны дальнейшие реформы неолиберального характера. И, ну, очевидно, это приведет к тому, что бурление среди людей, которые пострадают в этих реформах, потому что все эти реформы, они всегда, ну, опять-таки, политиков чьих-то интересны. И, ну, я бы сказал, что, наверное, сейчас марксистам, коммунистам, самоназванным, в первую очередь, нужно думать и пытаться каким-то образом выразиться с рабочими. И пытаться, ну, скажем так, показывать им, что они не одни там в этом болоте. Барахтаются и что, ну, типа, есть разумисты, которые, может быть, знают какие-то стратегии. Прямо конкретно сейчас я, наверное, не скажу. Слишком общий вопрос. Но можем потом, в принципе, ответить. Угу. Спасибо большое. И еще один вопрос. Да, марксистам. А можно сначала марксистам, а потом либертарианцам? Нет. Ладно. Так, у меня вопрос такой. То есть, ну, из, в принципе, истории, в сравнительной недавней, мы знаем, что многие социалистические страны, они так или иначе, ну, с таким сильным государственным контролем, скажем, они так или иначе пробовали вот эти вот приватизационные эксперименты и при этом, ну, сохраняя какое-то госрегулирование, они частично давали там какие-то предприятия на частные руки. То есть, это пример Китая, это вот недавний пример Вьетнама, это там Куба в 90-х, насколько я помню. То есть, и, ну, у меня такой вопрос, почему вы, и при этом они давали все-таки темпы роста какие-то, ну, и при этом сохраняя там, допустим, социальные политики. И почему вы считаете, что в Белоруссии вот этот сценарий, он точно не сможет сработать? В таком работе, ну, то есть, буквально, у нас государство, оно занимается традиционными инициативами вместе с ЕВРР, вместе с МВФ, ну, в принципе, примерно такой подход используется, что есть определенные пулы компаний, которые пытаются довести до такого состояния, когда они будут интересны инвесторам, потому что у нас в приватизации основная проблема, собственно говоря, задолженность, то есть, производительные активы, которые, условно говоря, да, ты покупаешь за бесценный завод, но тебе нужно долги его выплачивать. И большая часть вопросов, которые сейчас решаются в рамках приватизационных разнообразных программ, это вопрос, каким образом закритировать эти долги, то есть, каким образом предоставить финансальным инвесторам дополнительные ресурсы, чтобы они смогли покрыть задолженности. Вот. Давай посмотрим. Я, ну, не тело. Почему вы, ну, действительно, почему вы не работаете приватизировать почти чуть-чуть? А, все. У меня, видимо, вы сказали, что больше национализации там уже лучше? Не, мы за участие средств производства, красные флаги, революция и так далее. А, ну, типа, приватизационные штуки, ну, просто мне немного, я буквально в банковской сфере работаю вот с этими вещами, мне немного странно слышать, когда говорят, что, ну, у нас приватизации нет в стране. Она есть, просто, ну, очевидно, что никто не будет в израуме, учитывая, что у нас, да, типа, номенклатура, элита и все остальное, продавать какую-нибудь беларуськалью. Очевидно, будут продавать все штуки, которые, ну, официально могут быть интересны, допустим, кому-то. Угу. Хорошо. Сейчас я задам вопросы каждой из сторон, пользуясь, скажем так, возможностью. После этого вопросы снова будут начать задавать приватизацию. Можешь с другом общаться? С друг с другом нет, а вы не сможете. Это будет на автопати. Итак, вопрос о либертарианской стороне. Мой вопрос состоит в том, пожалуйста, приведите примеры эффективной приватизации. Чехия, там достаточно успешно прошла приватизация. Польша, Словакия, вот, в какой-то степени более успешно, чем в России, наверное, приватизация прошла в Украине. Ну, это из таких примеров, наверное, все. Потому что приватизация, она происходила и в западных странах, но она происходила очень неплокально. И потому что там не было никакого такого жесткого социализма, который забирал у людей частную собственность. То есть именно вот этих масштабов она достигла именно уже в странах постсовка. Большое спасибо. И вопрос, собственно, марксистам. Смотрите. Приватизация – это неэффективно, правильно? Ну, скорее всего, да. Пожалуйста, предложите другие альтернативные методы выхода из, к примеру, кризиса, который сейчас сложился в Беларуси. Ну, типа, критикуешь – предлагай. Ну, во-первых, приватизация – это вполне может быть эффективным инструментом. Но, опять-таки, мы просто эффективно с каким образом имеем в этом заговорном состоянии. А критикуешь – предлагай – это, конечно, без козырей зашел. Я теряюсь немного. Но, в принципе, вот сейчас конкретно, что можно сделать в Беларуси – это, конечно, попытаться вкладываться в реинвестивилизацию. Другое дело, что насколько это реалистично, учитывая, что мы все-таки страна небольшая, у нас особо ресурсов таковых нет, кроме как трудовых и, там, наследия советского, которое уже проедет, в принципе. И небольшого количества, в принципе, инновационных пластеров, которые, ну, да, работают. ПВТ, опять же, я точно не помню, но там он порядка 0,6% ВВП. Но, тем не менее, нужно признать, что ПВТ – это, в принципе, неплохой эксперимент. Ну, а в отношении приватизации, чтобы сказать, ее все равно будут проводить, просто, скорее всего, будут проводить так, как сейчас пытаются проводить. То есть точечная приватизация, а не огонь. И я, может, подыграю своим оппонентам. На самом деле, ну, есть пример приватизации. Насчет ее эффективности – это уже, как сказать. В Западной Европе – это буквально точечистская политика в Британии. Потому что, ну, в Британии было, там, за времена, когда они борются, или власти, там, 70-е, 60-е, 50-е. Ну, в принципе, это было связано с послевоенным развитием экономики. Потому что во время войны все национализировали. В Британии проводили весьма такую жесткую приватизацию. Правда сказать, что она, ну, типа, помогла британцам – это уже такой идеологический, по-моему, разговор был, спор. Угу. Спасибо большое. Так, переходим снова к вопросам из зала. Так, сейчас надо новую кровь. Те, кто еще не задал вопросы, вы потом вот вы увидите. Здравствуйте. Мой вопрос к либертарианцам. В своем выступлении вы утверждали, что капитал свободно перетекает и что бедный может стать богатым, а богатый – бедным. Мой вопрос такой. Как бедному человеку без стартового капитала открыть свой бизнес? Школа молодого бизнесмена у нас начинается. Итак, раз. Как открыть свой бизнес, если у вас нет денег? Очевидно, заработать. Можно пойти, можно пойти работать, накопить какую-то определенную сумму средств путем сокращения своих расходов. Можно пойти на платформу, которая собирает средства для того, чтобы люди инвестировали через интернет. Мола-мола, которую сейчас, к сожалению, закрыли. Потом банк. Мы представители банковской сферы. Мы можем, если проект будет перспективным, с банковской точки зрения, кредит. Вот. Что-нибудь еще? Все. Спасибо. Спасибо. Так. Сайдный ряд. Здравствуйте. Можно сначала на мой вопрос ответить лобертарианцам, а потом у нас есть? Вопрос такой. Возможно ли массовая автоматизация и роботизация производства при капитализме? Ответ – да, конечно. Потому что если это повышает эффективность… Ну, то есть, это повышает эффективность производства. А, почему? Ну, потому что это повышает эффективность производства. То есть, зачем, например, предприятие использовать 100 людей, когда ему могут заменить станал какой-нибудь один. То есть, эти 200 человек. Это эффективно. Поэтому организации будут постоянно, они проводят модернизацию. Так. Нет. При капитализме полная автоматизация невозможна. То есть, невозможно по определению, потому что, во-первых, то есть, капитализм, он зарабатывает на человеческом труде. То есть, только оттуда берутся деньги. Если ты не эксплуатируешь людей, то ты не получаешь прибыль. Машины эксплуатируют нельзя. Машины нужно содержать. Меня содержать не надо. Меня можно за полдоллара довести сначала до голода, потом за полдоллара нанять с лопатой, я буду копать яму. Вот. А трактор стоит много денег. Автоматически робот-трактор стоит очень много денег, он еще ломается и его нужно содержать. Он не будет копать яму за полдоллара. А я буду. Вот. Поэтому при капитализме нет. Автоматизация невозможна. Она будет при коммунизме. Так, секунду. У нас еще есть что сказать о либертарианской стороне. У меня сразу встречный вопрос. Почему землю пашут трактора, а не люди? Ну, тракторы. Ну, один человек, не сто. То есть, вы утверждаете, что сто человек, которые там будут бахать. То есть, капитализм, ну, эффективно, то есть, им платить полтора доллара, чтобы они там вручную бахали вместо. А доочина, который на этом тракторе обижает и вспахивает все поле. А капитализм эффективно, наоборот, он тратит деньги на содержание либо заработного мата сотрудникам, своим работникам. Либо монтаж, там, установку каких-либо станков. То есть, для него все равно, ну, не для всех организаций, конечно. То есть, умерли массового производства эффективнее, где-то использовать станок, чем людей. Поэтому там, где это эффективно, там они будут сокращать рабочие места. Там будет происходить полная роботизация и автоматизация. Там, где это неэффективно, будут оставаться люди. Я думаю, надо сделать экскурс в теорию немножко. Давай. Так, подержи. Ну, вот, да. А тут просто, то есть, смысл в чем? То, что в этом всегда есть предел. То есть, когда человек что-то, человек, то есть, когда человек что-то автоматизирует, оптимизирует, он получает конкурентное преимущество. То есть, вот, кругом все работают с лопатами, а у меня мегатрактор, понеслась. Когда это делают все, а Иван Репуза все начинает делать. То есть, появляются новые технологии, они становятся общедоступными. Вот. То есть, уже никого не удивишь и просто падает цена товара. Падает, падает, падает. Это, опять же таки, исторические. Ну, то есть, это просто эмпирические данные. То есть, норма прибыли падает уже очень давно и постоянно. Вот. Почему? Именно потому что возрастает эффективность труда. Производительность труда возрастает и зарабатывает деньги, становится неначем. Вот. И поэтому полностью провести невозможно. И когда вот этот вот какой-то вот порой пройден, потом внезапно оказывается то, что нужно открывать там какие-то там эти швеи в Бангландеш, да, там, эти. То есть, почему? Почему внезапно понадобится капитализмом, высокоразвитому, высокотехнологичному, ехать в Бангландеш и нанимать там детей, чтобы они шили майки? Потому что вот именно так оно и работает при капитализме. Другого варианта. Именно окончательного нет. Ну, то есть, окончательная автоматизация будет только по коммунизму. Угу. Еще вопросы? У меня тоже, на самом деле, два вопроса с двум стороны. Мне как потом еще раз руку поднимать? Задавайте. Ладно. Давайте с либертарианцем начнем. Вы говорите, что рынок должен быть свободным, не контролируемым. И так далее, и тому подобное, саморегулированным. Государство мы отсюда убираем. Как бы есть всегда были и будут недобросовестные предприниматели, которые будут вам торговать просрочкой, и значительным продуктом, потому что это дешевле, потому что это выгоднее. Есть, конечно, те, кто понимает, что качественный продукт делает лучше, потому что клиент к тебе вернется. Но есть те, которые будут мошенничать. Как вы предлагаете регулировать? Ну, хорошо. Вот вы бы хотели покупать на каком-нибудь неблагополучном рынке просроченное мясо? Ну, вот если бы вы знали, что там есть просроченное мясо, то есть вы бы хотели бы там покупать это мясо? Я просто, смотрите, есть один рынок, в котором нет вообще государства. То есть всем у него знакомый этот рынок наркотика. То есть там государства вообще нет. Там все базируется только на отзывах, только вот на доверии. И этот рынок работает и делает. Просто аккуратно. Нет, он просто существует. Я бы не рекламирую. Мы осуждаем вообще, что существует такой рынок. Просто говорю, что там нет государства, он вполне самостоятельно работает. Это вполне очень прибыльный вид деятельности. Там даже есть свой контакт-центр, где люди непосредственно отвечают. То есть рынок существует только на рейтинге. Но есть более сложные схемы мошенничества, в которых потребители трудно разобраться. Например, врач с вами любезен, но лечит вас некачественно. Вы не понимаете, что он вас лечит некачественно. Ну, если вы пошли, допустим, к астрологу какому-нибудь, или папке, который вас будет лечить, вместо просто пойти к настоящему врачу, то это уже проблема потребителя непосредственно. Спасибо. Ладно, спасибо. Вопрос к марксистам. Вы говорите, что капиталистическая Европа живет хорошо и имеет возможность платить рабочим большую зарплату из-за того, что они раньше имели какие-то колонии. Во-первых, колония – это тоже пыток, она требует вложения. Например, сейчас сегодня Китай колонизировал Тибет и вынуждено там строить вот инфраструктуру, медицину и минимальную социалку. То есть вливают туда денег. Во-вторых, если колонию вот так вот взять и отрезать, то есть колонизация была в 1960-60 году. Экономика, она же работает как единое целое. Вот представьте, что у вас от квартиры оторвали кухню. Вот это приблизительно по масштабу убыток, который получает страна, когда колония от нее отделяется. То есть убытки, когда она присоединяется, потом какая-то прибыль от эксплуатации этой колонии, потом опять убыток, когда она отделяется. То есть много таких тонких нюансов происходит. И прошло уже 60 лет. Каким образом Европа достигает таких успехов и продолжает развиваться уже без этой всей колониальной истории давно? Как вы это объясните? Меня слышно опять сюда? Слышно. Ну, смотрите. Во-первых, да, я согласен, что история про колонизм – это не история про то, что пришли европейцы и составили всех копать золото. Ощипно, что там были издержки, необходимость строительственной инфраструктуры, торговых факторий, портов, поддержание, скажем так, репрессивного аппарата в колониях по ощутимым причинам. Но вопрос в чем? Да, европейцы формально в 2021 году объявили о деколонизации, начали владеть там войска, что было связано в первую очередь с антиплониальным движением. Банально их в каком-то смысле выкинули на мороз уже. Ну, в случае с Африкой они не на мороз, но вообще неважно. Но вопрос в том, что европейцы там остались. То есть европейские контингенты миротворческие или просто национальных армий. Французы там те же самые, которые сход в Западной Африке сидят в Малии и так далее. То есть, во-первых, европейцы там все еще сохраняются. Ну, в виде там каких-то небольших ЧВК, которые работают. Все еще сохраняются экономические связи. То есть та же самая Британия, да, она формально как бы сказала, что, ребята, мы колониальную систему сворачиваем. Но, тем не менее, британцы оставили там инфраструктуру, завязанную на экономике. То есть они оставили там торговое предстоятельство. Там крупные банки все так же работают в бывших колониях. То есть, по сути, европейцы, они действительно посчитали, что колонии это в том числе и издержки, это убытки. И переложили эти убытки и издержки на руки, собственно говоря, бывших полоняемых наций. То есть, чтобы те сами занимались там своей обороной, своими там вопросами социальных гарантий и тому подобное и так далее. И фактически просто уже вершики снимают, но более последовательно. А Польша как вписывается в эту схему? У нее статьи собственного производства и экспорта огромные просто. Все продукты, ну, многие продукты сейчас даже здесь в Беларуси магазин польского производства. У нее вроде не было никаких колоний. Так, в чем вопрос? Польша относится к колониальной системе? Да, не всего можно объяснить. Да, само собой. Ну, каждый пример отдельно нужно рассматривать отдельно. Ну ладно, да это на то уже. Ну да. Можем попробовать. Так, руки. Так, ребят, кто уже задавал вопросы, да, при всем уважении, сюда, а потом туда. Здрасте. У меня вопрос такой. Может ли… Вот вы… Во-первых, у меня вопрос красный к марксистам. Во-вторых, значит, вот товарищ Александр говорил про то, что в нашей республике проходит приватизация. Медленно, по чуть-чуть что-то продают. Исходя из этого у меня вопрос. Может ли наша приватизация превратиться в прихватизацию? И может ли Беларусь пойти по пути России 90-х годов? И что делать в этой ситуации рабочего движения? Конкретно. У вас не так можно? Да, может. Теоретически, возможно. Для того, чтобы конкретно отвечать на этот вопрос, я просто посоветую статью Дмитрия Исаенка, которая так и называется «Беларуськая приватизация». Она более-менее большая, 50 страниц, вводные данные она может дать насчет того, что происходило до 14-го года. Если говорить про то, что делать с рабочим движением, тут пока ответ тот же самый, что я вам давал человеку, наверное, уже ушел. Пытаться как-то организовать втором рабочем движении, потому что пока что его нет. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Вот там марксисты-товарищи отвечали про то, что при марксизме будет такой принцип от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Вот, допустим, есть такой человек, как я, и я не хочу ничего отдавать никому, и хочу все получать. Как будет со мной решать эту проблему марксизму? Ну, то есть, во-первых, естественно, расстреляли, а во-вторых, то есть, вы задаете вопрос с позиции, что важно, с сегодняшнего дня, с сегодняшних капиталистических отношений, вы задаете вопрос, я не буду ничего делать, но хочу все получать. Сегодня такие будут 90% людей, это те люди, у которых выросл капитализм, те люди, которые не хотят ничего делать, но хотят что-то получать. Вот, и это еще воспитывают другие капиталисты, это те самые люди, как вы, которые ни черта не делают, но получают все, вот, чтобы с ними делать капитализм, это не встречный вопрос. Вот, мы собираемся задавлять все их средства производства и воспитать новых людей. Вот, капиталист собирается оставить все как есть. Ну, вот такой вот мой тип. А с старыми что делать? С какими старыми? Безусловно. Нет, перевоспитывать, перевоспитывать. Мы же не звери. Ну, то есть, во-первых, важно понимать, такая шутеречка, да, то есть, мы собираемся уничтожить класс, понимаете? Уничтожить класс. Как класс? Не людей физически устраивать, мы собираемся уничтожать класс. Вот, такие дела. Так, еще вопросы. Да, и потом ваши последние два вопроса. Последние три вопроса. Будут? Здравствуйте, меня зовут Денис. Вопрос к либертарианцам. Какой вопрос? Как мы знаем, у нас есть кризисы переобразоваться. Они происходят каждые 20-30 лет. Было несколько кризисов переобразоваться, ну, в общем, кризис экономический-экономический. Это привели к двум мировым войнам. Как вы собираетесь избежать этого в будущем? Когда конкуренция между монополиями, между государствами относится к другому уровню, что без войны будет не обойтись. А сейчас у нас идет война между Китаем и США, экономическая. Она вполне может перерасить в новом мировом. Как вы будете этого избегать? Спасибо. Ну, на сегодняшний момент все страны, они, в принципе, очень тесно переплетены между собой экономически. То есть невыгодно. Просто, понимаете, поэтому уже стало вести абсолютно невыгодно. Во-первых, появилось ядерное оружие, которое способно провести войну в считанные минуты. И самоуничтожение. Каждый из самых держав, если вы считаете, что они в основном существуют. Ну, невыгодно. То есть и страны между собой появятся. Зачем, думаю, в мире идти воевать с другим из Китая. То есть они могут торговать, они ведут только войну, но они вернут войну за рынки. То есть это совершенно другая. Они повязаны между собой. Они невыгодно начинать войну. Поэтому никакой войны между странами, которая тесно повязывает собой экономически, не будет. Может быть. А в тот раз было погоднее начать войну. То есть и там вообще была война большая империалистичная заколония. Они сильнее между собой повязаны за глобализацией. Все. Спасибо. Спасибо. Так, последние вопросы. Да, да, да. Смотрите, вопрос либертарианцам. Я вот видел тезисы, которые были изначально переведены, ну и тут тоже была речь об этом. Но в чем мне нравится позиция марксистов, это в том, что они согласны с тем, что приватизация – это элемент государственной политики в любом случае. И, в принципе, по истории мы так и знаем, что даже вот, допустим, тот же Пиночет, да, в свое время ему пришлось национализировать банки. И при этом стоит уменьшить рост. Ну, то есть при этом была крупная рецессия. И вот либертарианцы обычно любят прямые корреляции. И вот Роскал пошел именно после национализации банков и специальников долга как раз. И сама вообще медная промышленность, от которой зависела вся Чили, она тоже не была приватизирована. Но, с другой стороны, мы знаем и такие примеры, что вот приватизацию самую первую в Европе массовую провела нацистская Германия. И на этой есть хорошее исследование Герма Бела. Поэтому у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что ставя метод выше, то есть ставя в качестве своей главной цели метод, а не свои собственные цели, как раз, что вы вначале утверждали, то есть ставя приватизацию выше достижения именно личных свобод, вы как раз-таки уходите от своей изначальной повестки, в которых заявляется, то есть не является ли ошибкой ставить метод выше изначально заявленных целей. Хорошо, смотрите. Мы ни в коем случае не скажем то, что цель оправдывает средства. Во-первых, приватизация, она наоборот даст свободу, свободу в первую очередь от государства. Я потом сказал во время совместного слова, нельзя делать так, чтобы государство придумало правильные игры, в которую играют все. То есть государство ставит себя в заветомо выгодные условия. А предприниматели, они будут бороться о разгрызе прибыли. Они не смогут скоординироваться, когда они начнутся в глобальную войну. Приватизация может проходить по разным правилам, можно нормальную правильность сделать, и приватизация пройдет вполне успешно. У нас уже есть опыт, у нас уже есть правильный стойный опыт на ЦИСК Германии, то есть что нельзя делать. И есть опыт хороших приватизаций, которые показали то, что будет хороший рост, будет нормальный итог, нормальный результат. Да, в Германии был рост, однако почему? В Германии был рост, а потом правительство, само государство этот рост направило не в нужное ростло. Хорошо, спасибо большое. Да, да, просто да. И что там, это вам был последний наш вопрос? Сложная штука. Да, благодарю. Еще раз здравствуйте. Опять же вопрос нового для катарянца. Я думаю, очень многие в этом зале согласились с тем тезисом, что наиболее репрезентативным показателем эффективности той или иной системы является уровень жизни. И наибольшее удовлетворение потребностей большинства населения, удовлетворение их нужд, повышение их уровня жизни, есть самоцель экономики. Я думаю, за четыре части здесь предыдущие самой согласиться. Мой вопрос в случае так. Одним из основных показателей уровня жизни является показатель средней природности жизни. И если мы посмотрим на данные Всемирного банка, например, на 80-й год, во всех уровнях экономического развития, от низкого до высокого, средняя положительность во всех социалистических государствах была выше, чем в капиталистических государствах на схожем уровне экономического развития. Хорошим примером, может быть, две страны, которые имели очень низкий старт в начале и пошли по двум разным путям. Это Китай и Индия. В 1976 году, когда Китай после смерти Маун Задуна погребнул на рыночные рельсы, средняя природность жизни в Китае была 65 лет. В Индии, в свою очередь, она была 51 год. Хотя в 1949 году средняя природность жизни и в Индии, и в Китае была около 35 лет. Если социалистическая система ущербна, как объяснить то, что средняя природность жизни во всех социалистических государствах, без исключения, на том же уровне экономического развития, была выше, чем в странах капитализма. Спасибо. Во-первых, мы не скажем, что только от продолжительности жизни зависит благосостояние народа. Мы можем сейчас посмотреть на Японию, которая и продолжительность жизни большая, в принципе, и уровень жизни хорошая. По-моему, Япония занимает одно из первых мест в мире вообще. И при этом она не социальное государство, не социализм там устроит, там работает капитализм. Да, он зарегулирован, но при этом может сказать, что крупные корпорации, которые дают это, они используют труд, они заказывают детали у индивидуальных предпринимателей и у более мелких компаний. Там просто другая система, в ней тоже можно разобраться. Как объяснить ваши тезисы? Хорошо, просто нет, не прошло много времени. То есть люди, которые жили меньше, они просто не успели... Это люди, которые родились при другой системе. Вот, просто не успело все встать на свои места. Нужно то же время. Я бы хотел просто добавить, что либертенство – это не о увеличении уровня жизни и даже, то есть, не о каком-то экономическом росте. То есть это, в первую очередь, о свободе выбора человека. То есть, как бы, Советский Союз, который пропагандировал здорового прождества, что, несомненно, является классным, который там запрещал употребление наркотиков, то есть ограничивал производство алкоголя, факторы, способствующие росту жизни. Их либертенство не об этом. Мы о том, что человек хочет курить, пусть курит, хочет употреблять наркотики, он может их употреблять только до тех моментов, он может сделать все, что угодно, до того момента, когда уже не начинается свобода другого человека. То есть то, что в Советском Союзе жизнь была дольше, чем в капиталистических странах, это классно. Но зачем 90 лет жить в тюрьме, когда можно прожить свободным условным уровнем? Спасибо большое. У нас последний вопрос, потом будет дано слово, тоже сторонам сказать, заключительное слово. Последний вопрос от зрителей. Большое спасибо ведущему за любезно предоставленную возможность. Мы, когда тематику дебатов обсуждали в нашем российском русском и красномай, задались интересные вопросы. Вопрос опять, простите, к либертарианцам. Мы не нашли крупных промышленных предприятий на территории Республики Беларусь, которые бы имели статус республиканского унитарного предприятия, то есть находились бы в собственности государства. Сейчас практически все промышленные предприятия, ну крупные, там, МАС, БЕЛАС, МТЗ, МЗКТ, гипсоперерабатывающие заводы, химблокно, они все находятся в состоянии ОАО, открытое акционерное общество. Вопрос, что еще нужно приватизировать, чтобы мы стали жить лучше? Спасибо. Да, многие наши крупные успешные компании находятся в статусе ОАО, однако самым акционером является государство. И государство в этих компаниях не хочет отдавать никому свою долю и не хочет отпускать на рынок дополнительных людей, дополнительных людей. Я хотел еще добавить, что эти компании находятся в САО, еще такой интересный феномен, когда одна компания, в которой большинство акций, там, принадлежит государству, славно говоря, эта компания покупает другую компанию, славно говоря. Получается такое, что она как бы косвенно принадлежит государству, но при этом, например, произлежит другая государственная компания. Поэтому то, что государство провело акционирование, то есть когда перевели установленную форму в ЗАО и ООО, это еще не говорит о том, что прошла приватизация. И я опять могу ответить на ваш вопрос. Я думаю, ответ вы предполагаете, что же надо приватизировать, чтобы стали жить хорошо в окраине-заводском районе. Теперь мы даем заключительное слово каждой стороне по три минуты. Ваши впечатления, ваш анализ сегодняшних дебатов, может быть, какие-то пожелания. Первая сторона дается этому марсизму. Прошу. Так, нечестное. Алло? Нечестное. Получилось, да? Так. Нечестное в том смысле, что я не готовил пожелания. Поэтому сказать, что насчет пожеланий, это, во-первых, заключительное слово. Заключительное просто подчеркнуть важное. То есть приватизация, инструмент, который должен чего-то достигнуть. То есть важны цели, в каких целях он используется. После этого мы верим о эффективном или неэффективном, достигнем или достигнем. Вот. Использовать его можно по-разному, формулы уже бывают всякие. Опять же, я хотел бы подчеркнуть, что для марксистов этот вопрос строго вторичный, так сказать. Да, то есть приватизация или неприватизация в божуазном государстве как таковом, это как бы дело такое. Вот. А так, пожелание, заключительное слово, да, было довольно любопытно. Спасибо вам, парни, вот, спасибо нам, парни, вот, может быть, еще когда-нибудь пообщаемся и, может быть, даже сразу же после, еще когда-нибудь короче, да, вот, заключительное слово. Друзья, как грузовский домограмм. Да. Спасибо большое. У меня есть дополнительное слово со стороны либертарианцев. Прошу вас. Я хочу выразить свою большую благодарность стороне противников наших, потому что именно они занимались в основном организационной частью, да, они сделали оборудование, они во многом дошли залы, да. Спасибо им за это, спасибо за то, что заставили нас развиваться, заставили нас изучать вашу культуру, ваше течение, ваши идеи. Спасибо за то, что помогли собрать такой большой зал, такой большой культуру и, в том числе, продвинуть наши интересы, наши идеи в такие массовые, вот. Хотел бы тоже подытожить, вот, то есть, в принципе, по приватизации, если у нас некоторые были общие какие-то интересы, потому что мы утверждали, что вот на данный момент приватизация в Республике Беларусь не имеет смысла, но я имел в виду вот нынешнюю политическую остановку Республики Беларусь после ее смены, то есть мы уже конкретно предлагаем методы и решения, то есть, как уже приводить в приватизацию. Второй вопрос, то есть, приватизация должна быть приводить в Республике Беларусь. Еще было немножко обидно о том, что, в принципе, марксисты рассматривают Беларусь как такой некоторый плацдарм и совершение революции, уничтожение классов, то есть, то, что уже, в принципе, было у нас в истории, у нас есть примеры на руках. Мы же очень любим эту страну и видим в ней перспективы, то есть, эту страну можно изменить и сделать намного лучше. Также еще хотел подытожить, было очень интересно, это неоценимый опыт, то есть, выступать, условно говоря, на сцене, то есть, очень я старался отвечать на вопросы прямо, не переводить за стрелки, я не знаю, насколько это у меня получилось. Спасибо всем большое, что пришли сюда, было очень классно и спасибо оппонентам. Аплодисменты Всем спасибо!